У нас есть возможность снова разобрать комментарии. Начну с того, что ребята часто задаете вопрос, как с нами связаться. Вот смотрите, заходите в комментарии, нажимаете на ссылку. Мы всегда везде делаем ссылку на топлинк. Нажимаете на топлинк. Здесь будут варианты. Вы можете нажать, допустим, открыть и перейти на наш сайт, либо кликнуть на зеленую клавишу WhatsApp, либо на фиолетовый Viber, либо перейти в нашу группу. Ребята, очень удобно. Пользуйтесь. Кстати, здесь же есть отсылка на наше видео, на новое, на плейлисты и так далее. Итак, начнем с комментария Арстана по поводу Алексея и его отъезда из Бишкека. Арстан пишет, что хорошо бы, если вы открыли представительство Бишкека. Надеемся на это. Не успел с вами встретиться Алексей, но в следующий раз, надеюсь, встреча состоится. Будем ждать следующего визита. Алексей приедет где-то через месяц. Мы в этот раз допустили небольшую ошибку. Мы сказали о том, что он приедет очень поздно. То есть многие не знали, что Алексей будет в Бишкеке. В следующий раз все подготовим заранее, и вы сможете спокойно этим воспользоваться, встретиться с Алексеем. Возможно, с ним приедут еще те, кто фактически возглавит наш офис в Бишкеке. Потому что необходимость организации филиала в этой стране, в этом городе уже есть. Причем настолько она горячая, что давно пора это сделать. Так, дальше идем. Айзада говорит нам удачи. Спасибо, Айзада, вам. Так, ответьте, пожалуйста, на Viber. Ребят, еще раз повторяюсь, переходите по ссылке, заходите, нажимайте фиолетовую кнопку, и вам ответят. Так, The End пишет. Пять часов назад. Здравствуйте, я гражданин Узбекистана. Нахожусь сейчас в Санкт-Петербурге. Хотел бы узнать про рабочую визу в Чехию. Как с вами связаться? Значит, по поводу рабочей визы. У нас направление работает по Чехии. Через несколько дней Виолетта, это наш представитель в Праге, сделает обзорку по вакансиям. Это будет 4 видеоролика, они будут идти один с другим. И можно будет посмотреть, какие вакансии на сегодняшний момент представлены для вас. У нас в Москве этим вопросом занимаются менеджеры. Вы можете связаться с Алексеем, вы можете связаться с Екатериной. Она вам подскажет по расценкам, по документам, ну и так далее. Вот еще раз, ребята, рекламы ради вам хочу сказать, что Прага и вообще Чехия – это очень классное место для эмиграции. Вы можете туда приехать без языка. Язык все это будет потом, имеется в виду, не сразу вы будете изучать. Все будет бесплатно. Ну и как только вы получите ВНЖ, если вам все-таки интересна Америка, как следующий этап вы можете этим воспользоваться, подавая на визу прямо в Праге, в посольстве США. Лояльность будет намного выше, чем если вы это сделаете где-то в другом месте, причем без особых документов. Тут у вас все будет ВНЖ, потом вы получите ПМЖ, но и дальше через какое-то время у вас будет паспорт гражданина Евросоюза. Для вас открывается фактически весь мир. Хотите США, хотите Канады, хотите Австралии, там и куда хотите. Вот по ценам, ребят, по ценам Прага очень дешевое место, Чехия вообще очень дешевая страна. Европейцы едут туда, чтобы тратить свои заработки, наоборот тратить, потому что цены в магазинах, посмотрите на видеоролики, там 2-3 дня назад я делал, все это выложено на нашем YouTube-канале. Вот сейчас, в настоящий момент я в Москве, и я удивляюсь, что в Москве цены выше на 20-30%, чем в Чехии. Как это произошло, почему в стране, которая находится рядом с Германией, рядом с Австрией, цены ниже, чем в России, непонятно. Так что этим нужно пользоваться, ну и переезжать. Так, дальше. American Dream. Ответьте, пожалуйста, на Viber, понятно. Так, менталист, за менталист, приезжающий из города, не знает, пока все устраивает. Так, это по поводу таксиста и Алексея, который сделал видеоролик с парнем, который работает в Бишкеке такси. Он смотрел, куда добраться через карту. Над ним там все очень смеются, что он работает такси и не знает дорог. Так, Антон Волков. Очень информативно. Антон, спасибо. Удачи вам в эмиграции. Так, MMMM, OMML. Здравствуйте. А как проплыть Беринга в пролив? Ну, как можно проплыть Беринга в пролив? Андрей очень тут все подробно рассказал про то, кто вас там будет встречать, какие пушки будут на вас смотреть, какая скорость течения, куда вас может унести, ну и так далее. Позитивный получился ролик. Если нужна конкретная консультация по Аляске, по Чукотке, это можно узнать у Андрея в режиме консультации. Мы можем вам это организовать и все узнаете. Андрей находился несколько месяцев в этих местах. Он ходил там с экспедициями, все очень хорошо знает. Знает местное население, знает их менталитет, быт и так далее. Думаю, вам это пригодится, если вы хотите каким-то образом эмигрировать через это направление. В настоящий момент, вот, я пока не видел людей, которые знают больше информации, чем Андрея. Те блогеры, которые находятся в США и там что-то рассказывают про Аляску. Сходите, посмотрите. Так, Тео Нео. Здравствуй, Илья. А как граждане Киргизии, Узбекистана и Казахстана получают визу в Мексику и помогаете ли вы в этом? Вот, кстати, интересный момент. Сейчас в данное время очень много блогеров, которые также приехали в Мексику, там что-то начали продавать, рассказывать про свой опыт. Это достаточно потешно выглядит, потому что, во-первых, это делают русскоговорящие, русские ребята. То есть, ребят, не путайте русских и граждан Средней Азии, это раз. Для вас, для ребят из Средней Азии, совсем другие условия въезда. Это 2 и 3 поменялся президент. С 1 июля новый президент Мексики. Вот, да будет известно вам, что новый президент смотрит на США, и для него США это, я не знаю, это что-то такое сверхъестественное, в отличие от предыдущего президента, который фактически отказался там и помогать Трампу при строительстве стены и так далее, и так далее. Новый президент достаточно жесток к людям, которые въезжают в Мексику. Так что нужно готовиться. Да, мы помогаем с документами связными, помогаем вам, отправляем вас на надежных партнеров, которые подскажут, как въехать в Мексику. Опять же, прямых контактов мы вам давать не будем, потому что это уже проверено. Когда я год назад начал снимать видеоролики о Мексике, туда поехало очень много людей. И фактически то, что сейчас происходит на границах, то, что сейчас происходит в аэропортах, вот эта вот проблема, которая там возникает, благодаря тому, что люди просто решили, а, или я показал, там все хорошо, там все спокойно. Но, ребята, вы не знаете многого, очень многого. Я жил в Мексике очень много, я жил там и полгода, и до этого я был в Мехико-сити, находился там достаточно долго, там в Канкун, и в Тихуано, и в Мексикале, и в других городах. Ну, не все можно увидеть на нашем канале. Очень много, я не говорю по той простой причине, если я вдруг это скажу, вы этим воспользуетесь и создадите нам еще и проблему на этом направлении. Давайте так, вот если вы смотрите блогеров, там каких-то, которые вам там что-то обещают, попробуйте, вас развернут, приезжайте к нам в московский офис и будем уже разговаривать, с вами заодно сделаем видео о вашем опыте, взаимодействии с теми, кто там что-то пытается продать, но при этом, ну, смотрите сами. Так, двигаемся дальше. Сахат. Добрый день, Илья. Есть ли у вас офис в Крыму, в Севастополе? А, Симферополе. В Крыму у нас офиса нет, но у нас есть представительство в Краснодаре, у нас там курирует вопрос Евгений. Вы можете туда приехать, в Крым, из Крыма в Краснодар, ехать буквально 4 часа. Единственное, что будет большая пробка в Керчи. Вот сам недавно там был. Мост классный, но то, что там после моста, очень сложно. Вот, вы можете приехать, и мы с вами сможем пообщаться. Также мы можем с вами взаимодействовать через социальные сети, через мессенджеры. Все это работает в 21 веке, я думаю, проблем не будет. Миру мир. Один день назад. Что такое кейс, пожалуйста, объясните поподробнее. Кейсы бывают двух видов. Бывает кейс на визу, бывает кейс на убежище. Кейс это фактически совокупность требований со стороны американских властей к вашей визе, к вашей визовой истории, к вашей деловой активности, к тому, что вы делаете в США, ну и так далее. Если мы говорим про кейс на убежище, кейс на убежище, вот буквально сейчас жду, за дня на день у меня придет книга, которая, кстати, стоит очень недешево. В электронном формате вы ее никогда не найдете. Нам потребовалось на то, чтобы ее найти около двух недель. Эта книга, это фактически сборник всех нормативно-правовых актов, всех судебных прецедентов, которые в настоящий момент при Трампе используются при рассмотрении кейса на убежище. Это очень интересный материал. Кстати, по поводу переводчика для этих материалов. Мы уже нашли переводчика. Всем огромное спасибо за то, что вы обратились, за то, что вы обратили внимание на мою просьбу. Да, кейс на убежище и кейс на визу – это две разные вещи. Мы вам сможем об этом рассказать в режиме консультации. Звоните, и я вам подскажу все. Либо я, либо мои помощники. Так, добрый вечер. Я из Киргизии. Дайте, пожалуйста, номер Алексея. Когда Алексей в Киргизии, его номер работает. Когда Алексей не в Киргизии, нажимаете на топ-линк, переходите, выбираете удобный вид связи, и Алексей будет с вами на линии. Так, папасик, ананасик. Может ли семья из СНГ получить грин-карту после политубежища? Естественно, может. Мы же ради этого все и делаем. Так, как обстоят дела на границе, проходят или нет наши из Кыргызстана? Мы стартуем в ноябре с вами. Отлично. Люди проходят. И, кстати, по поводу границы и того, что сейчас там происходит. Ребят, мы не подаем в Тихуана. В Тихуана у меня сейчас в данный момент есть парень из России, из Питера. Уже две недели. Это его инициатива. Я ему говорил про девятый округ. То, что штат Калифорния, ну, кроме штата Калифорния, в девятый округ входят также и штаты Ризона. То есть можно подавать и в Ризоне. Также есть и другие штаты, которые входят в девятый округ. Но так как Тихуана – это раскрученный бренд, человек ради этого бренда, ради того, что ему там кто-то что-то рассказал, уже две недели находится в очереди, ждет, когда его пропустят. Он там ходит, отмечается, паспортные данные и так далее, и так далее. Мы в Тихуана в настоящий момент не подаем. Есть много других мест, где вы спокойно, без очереди пройдете, на это уйдет максимум 2-3 часа. То есть утром вы прилетаете, рано утром самолет, и в 9-10 утра вы уже на той стороне. Так, идем дальше. Абдурахим спрашивает, правда ли, что США сейчас отказывают в политическом убежище? Да, могут отказать в политическом убежище, если нет весомых оснований для подачи на убежище. Да, это бывает. Вы знаете, как приезжают люди с визами, и потом, когда срок визы подходит к концу, надо же как-то легализовываться, начинают искать варианты и используют политическое убежище. Кейса нет, истории нет, притеснения нет, ничего нет. Взяли пустышку, отправили, получили отказ, повернулись домой. Да, такое бывает. Так, ваш адрес в Бишкеке. Я уже говорил. Про Мексику перестали показывать. Ребят, в Мексике скоро кто-то из наших будет. Мы сейчас активно развиваем Евросоюз. По Мексике с нашей стороны видео очень много. Я сам был в Мексике буквально две недели назад. Все это на нашем канале вы можете посмотреть. Но и смысл. У нас в Мексике есть Карлос Гомес, наш представитель, который встречает, провожает. Также у нас сейчас из США курируют тех, кто оказался в Мексике, наш партнер, который сам недавно проходил этот путь. Я думаю, что лучше него это никто не сделает. Ну а я как готовил вас на интервью перед границей, так я это и делаю. То есть общаюсь с вами прямо на самой границе и вы идете. Еще интересный момент. Вкратце. Нас сейчас активно троллят другие блогеры, которые дышат нам в затылок, которые увидели какие-то легкие деньги и пытаются сейчас нас обливать грязью, выводить наших клиентов, наших друзей, товарищей и так далее на свои ресурсы. Что-то про нас плохое рассказывать. Что там в какой-то очереди, в Тихуану, кто-то рассказывал о том, что Атлант кого-то кинул. В какой очереди и в какой Тихуану? Мы в Тихуану не пользуемся уже 4 месяца, даже больше 5 месяцев мы людей не возим в Тихуану. В какой очереди, кто там что мог рассказывать? Это первый момент. Второй момент. Если наш человек добрался уже до Мексики, до Тихуана, если мы его кинули, то он даже в Мексику не въедет. Понимаете? Потому что сейчас уже все это взаимосвязано. То есть сейчас нет такого, что человек там оказался в Мексике, но при этом он каким-то образом не имел с нами взаимоотношений. Без нас в Мексику вы не въедете. Примите это как фактор. Так, идем дальше. Здравствуйте, где ваш офис по адресу? Так, это все ясно. По поводу Валеры. Народ пишет, что на него посмотришь, депрессию можно попасть. Ребят, Валера имел очень большие проблемы в России. Человек реально попал тут под некий прессинг. И я думаю, что ему нужно какое-то время, там 2-3 месяца, чтобы прийти в себя. Так, спасибо за видео. Вот Алексею здесь советуют сходить на площадь, где будет большой концерт. Алексей, прими к сведению. Кстати, ребят, я думаю, что нам можно совместно, Алексею, проработать культурную какую-то программу развлекательную, да, там с вашей помощью. Я думаю, что местные жители, особенно те, кто живут в Бишкеке, много знают таких мест, которые Алексей не знает. Ему будет интересно, и вам будет интересно, когда в вашем месте мы снимем такой огромный объемный видеоматериал. Так, 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 так. Если человек без паспорта вернулся на родину, очень опасно, что можно сделать, я не понял, что это, без паспорта вернулся на родину. Как без паспорта можно вернуться на родину? Как вы вообще въехали? Нелегально, что ли? Так, почему не на самолете по поводу въезда в Мексику? Если же рейсы Канкун-Тихуана, Мехико-Тихуана и так далее, в аэропорту больше проверок, в аэропорту всегда много проверок, особенно в раскрученных местах. Вот по поводу автобуса, сейчас это отдельная тема. Мы ехали на автобусе, это видео было в июле 2017 года. Сейчас у нас уже сентябрь 2018 год прошел, ситуация с транспортом немножко поменялась, президент поменялся, дороги поменялись, требования поменялись на въезде, все изменилось. Те, кто в теме, тот подстроится. Те, кто просто снимает ролики, там, блогеры, посмотрим, ребят, как вы это будете делать. Так, вот вопрос как раз по поводу Игоря. Вот то, что он делал обзорку по Бишкеку, по Кыргызстану. Жилдезбек говорит о том, что, конечно, тут есть тема для политического убежища, но с девочками это перебор, это не так. Но вот я могу сказать вместо Игоря, что это так, потому что у нас были женщины и девушки, которые оказались вот именно в той ситуации, о которой говорил Игорь. Ну, у вас свой опыт, вы видите мир, там, допустим, вот так, мы видим его вот так, потому что мы общаемся в день, допустим, та же Катя получает, там, 50-70 звонков в день. Вы думаете, нам не звонят молодые девушки, вы думаете, нам не звонят те, кого притесняют по, именно по семейному направлению, жертвы семейного насилия, очень часто звонят, и это бывает. Так, адрес офиса. Здравствуйте, какую визу он получил? Спрашивает Жанны Дубурт. Еще один счастливчик. Ну, виза B1B2 у нас была получена. Так, 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 так. Так, ребят, я заканчиваю сегодня с комментарием. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, пишите. Ребят, пишите сюда, и я вот прям в этом режиме отвечу на все то, что вы меня спрашиваете. Вот, ну и удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.